Девушки отдыхают И тяжко страдает, ибо часто бросается в вагоне, часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его. Иисус же, отвечая, сказал, «О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда!» И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрак исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им, «По неверию вашему, и воистину говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». У молодого человека из этой истории была эпилепсия. Он очень страдал от того, что много раз падал в огонь и часто падал в воду. Иисус, источником происхождения эпилепсии, мучившей молодого человека, были силы тьмы, так что их нужно было изгнать, чтобы могло совершиться исцеление. Господь Иисус упрекнул учеников и неверующих, сказав, что они были неверным и развращенным поколением. Господь Иисус не мог творить среди них великие дела, когда они не верили. Поэтому Господь Иисус объяснил, что им не удалось изгнать бесов потому, что им недоставала вера. Господь Иисус сказал, что если бы у них была вера с маленькое горчичное зерно, то есть даже малое количество веры, они могли бы сдвинуть горы. Во времена Господа Иисуса фраза «сдвинуть гору» была метафорой. Она означала что-то невозможное или совершить что-то невозможное. Поэтому если бы у нас была вера, хотя бы скрошечное горчичное зерно, тогда невозможное не было бы для нас, невозможное стало бы возможным. Что-то безнадежное обрело бы надежду. В послании к кремлинам 10 главе 17 стихе сказано так «вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Поэтому у нас должны быть личные отношения с Господом Иисусом Христом, чтобы у нас была вера хотя бы с горчичное зерно. Ну и есть еще один фактор. Господь Иисус также объяснил, что попытки сгнать силы тьмы были безуспешными, поскольку это был более злой вид нечистого духа. К нему требовался другой подход, а именно, нужна была молитва и пост. Злые духи, которые вызвали эпилепсию у молодого человека, конкретно в этой истории, были как раз такого типа. Поэтому если кто-то из вас хочет исцелиться от болезни, от которой вы страдаете уже долгое время, вам нужно сделать следующее. «Первое, у вас должна быть вера хотя бы с горчичное зерно, поскольку у вас есть личные отношения с Богом, и вы слушаете Его голос. Второе, вам нужно больше молиться и поститься, чтобы ваша вера укреплялась. Также хочу сказать вам, дорогие мои, нет ничего невозможного для Господа Иисуса. Не видел того глаз, не слышал от того уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Господь, любящим Его. Он верен в Своем Слове». Субтитры создавал DimaTorzok Поднимите руки и скажите «Коснись меня, Господь!» «Коснись меня, Господь Иисус!» «Прошу Тебя, коснись меня, Господь Иисус!» «Дай мне это горчичное зерно веры, Господь, чтобы то, что кажется невозможным, стало возможным, чтобы то, что кажется безнадежным, исполнилось надеждой!» «Я молюсь за Твоих детей, которые взывают к Тебе, Господь!» «Коснись их, Боже наш!» «Коснись их и помилуй их!» «Все возможно для Тебя!» «Для Господа Иисуса нет ничего невозможного!» «Поэтому прикасайся к ним, Господь наш!» «Провозглашайте эти утверждения вместе со мною!» «Для Господа Иисуса нет ничего невозможного!» «Я приказываю вам COVID-19 и экономический спад!» «Стойте! Остановитесь во имя Иисуса!» «Стойте! Остановитесь во имя Иисуса!» «А вы будьте исцелены во имя Иисуса!» «Дети Божии! Вас касается Сам Господь!» «Он прикасается к вам Своей сильной рукою!» «Оlighkeitratedzent 증 monkey» «И Иисусffen со мною mình» «Иисус helpsам умерwhat transformationalність» «Кry ел� в Бог, в него исцелены в тебе этот я commonольский» «Одовlijk дё Bikeare» «Свольная служба» «Kесел-,チ Казimme Божии и Джилла담 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok